Друзья, мои видео сегодня будут два часа, потому что мы едем по таким красотам и по таким интересным местам. Никогда мы здесь не были. Вообще обалдеть! Оставайтесь со мной, Ваша Провансалочка. Дорогие мои друзья, привет! С вами Провансалочка. И сегодня я вам покажу один день из наших многочисленных прогулок на прошедшей неделе. Я считаю, что этот день получился самым красивым, самым ярким. И я еще под впечатлением от того, что я увидела и хочу поделиться с вами. Поэтому видео будет достаточно длинное, потому что я буду показывать дороги, которые будут без конца и шикарные, красивые. Такие ах-ах-ах. Поэтому, кому интересен такой формат видео, оставайтесь со мной и получите удовольствие. Друзья, сегодня суббота 25 июля 2020 года. Мы выезжаем из города Апт. Мы сейчас едем в одно прекрасное место, в которое очень давно хотели попасть. Это Мон-Ван-Ту. Это самая высокая, причем лысая гора в Провансе. На ней нет никакой растительности. И вот иногда, когда ты смотришь на нее, вот я делала вам, показывала фото лавандовых полей на фоне этой горы. Такое впечатление, что там лежит снег. На самом деле, это просто она белая, она лысая, на ней ничего нет. Вот мы туда сегодня едем. Это всего лишь 56 километров, но это полтора часа дороги. Потому что, видно, дороги будут маленькие, такие ядреные. Поэтому я в предвосхищении. Все-таки я человек природы, дитя натуры. И мне больше нравятся вот эти сельские, проселочные местности. Вот вчера мы ездили в деревню. Город Апт меня вообще не покорил, вообще ни разу. Здесь, конечно, много, несколько, не много, а несколько монументов. Именно античных. Есть постройки первого века. Вот эти вот самые главные, это были вот эти ворота, которые я вам показывала. Когда входишь вот на эту улочку, она называется Рю-де-Коммерсе. Ой, Ду-Марши-Жепансе. Вот, которая как бы проходила, вот эта улица начинала и проходила дорога, скажем так, не улица, через весь Прованс. То есть это такой как бы был торговый путь, да, как вот раньше шелковый путь был. Но вот здесь вот что-то в Провансе было похожее. Поэтому я уезжаю сюда с удовольствием. Я не думаю, что я сюда вернусь когда-то, если только что-то связывать. Мы поставили путеводитель, GPS. Путеводитель, мы берем такую национальную дорогу, она такая будет витиеватая. Конечно же, я вам ее всю снимать не буду, но если вот так вот впереди что-то буду видеть интересное, конечно, буду включать камеру. Иначе мое видео будет опять без конца. Однажды одна женщина написала мне комментарий, и ее телефон, короче, ну, написал, что захотел. И она написала, я очень люблю ваши видео длинные, как Волга. А хотела, как Волга, ну, Волга-река, да, как Волга. И она хотела сказать, я люблю ваши длинные влоги. А телефон исправил. Ваши длинные влоги на длинные Волги. И, короче, ну, мне понравилось это сравнение, и я об этом рассказала в прямом эфире. И она была на прямом эфире, и она говорит мне, да нет, я хотела сказать ваши длинные влоги, а получилось длинные, как Волга. И я говорю, ну, это одно и то же, потому что, на самом деле, мои влоги всегда очень длинные. И у меня есть люди, которые любят мои длинные влоги, как Волга, длиною с Волгу. Поэтому, друзья мои, готовьтесь. Я думаю, что они будут длинными. Здесь мы вчера... И Сеуны по Сеях. Здесь мы вчера приезжали, я уже запомнила даже в доме. Мы теперь продолжаем дорогу. Мы едем на дорогу, которая называется Соль. Пишется Сольт. Вот. И мы два года назад, в прошлом году мы не ездили, в позапрошлом году мы ездили. Это была третья попытка увидеть лавандовые поля с этой стороны, потому что продают лаванды много с этого региона, с этой стороны, потому что плато Волан-Соль, это, ну, это вообще-то в противоположной стороне, которая очень известная, да, во всем мире. А эти места, они меньше известны, но вот тоже все время же продают эти продукты. Слушайте, вот такой трактор встретишь на дороге. И мы сейчас будем ехать, будем проезжать. Возможно, у нас есть шанс еще увидеть, видите, свет, солнце и стекло уже загрязнилось от дороги. Может быть, мы увидим лавандовые поля. Вот, что я вам все хочу сказать, никак не скажу, потому что то направо посмотрю, то налево. Вот. Вот, поэтому, ну, я ожидаю много вот этой поездки, честно сказать. Мы едем такие, Марис говорит, а здесь вообще никого нет. Я говорю, так все же люди на этом, на рынке. А я на рынок сходила только с одной стороны, а потом мы начали уезжать, а там на полгорода этот рынок. Недаром говорят, что это самый большой рынок, как бы, в этом регионе. Но вы знаете, друзья, рынок. Ну, мы уже, вот, мы только что были на рынке, и потом это подобные рынки, как Лормаран. Вот, платье я себе купила. Мы купили три дыни. Я себе там купила такую еще одну терочку. Тереть мои там фрукты на маске. Ну, такую, знаете, ну, не пластмассовую, ну, да, такой современный пластмасс, чтобы не на металлической терочке. Дорого купила за 5 евро, послушайте. Цены, конечно, я вам хочу сказать, даже на всю эту мелочь все это повысились. Ну, мы решили с вами поздороваться. Еще иди бонжур, помыли оперсона. Бонжур, бонжур. Это наш второй день променада, друзья. Дорого купила. Дорого купила. Дорого купила. Дорого купила. Мы вас сейчас отвезем в место, которое самое высокое, называется Либероне. Либероне – это национальный парк в Провенце. Либероне – это национальный парк в Провенце. Смотрите, какая красота. Небо. Опять же, небо. Люсь еле любого. В этом все еле. Небо второй день вообще. Ну, у нас сейчас тут такая жара стоит, что... Хотя вот несколько дней назад у нас было немножечко пасмурно. И вы знаете, даже это не очень спасает, потому что как только небо затягивается тучами, а дождя нет, такая наступает подилка, как в сауне. Поэтому не знаю, что и лучше. А утром было всего 19 градусов, и вот мы поспали немножко с открытым окном, хотя рынок начали устанавливать рано, там все скрипело, там все... что-то падало, там готовили, люди смеялись, разговаривали, были рады встрече. Поэтому мы не очень-то утром и поспали, но вы знаете, на то мы и поехали на прогулку, чтобы не дрыхнуть, а чтобы чем-то, как бы, профитей, воспользоваться. И вот эти мои любимые горные дороги, без такие, знаете, как бы я сказала, безлюдные и только одинокий велосипедист. Как они это делают, я не знаю, честно сказать. Команый фон, команый фон. Я не знаю, как они это делают, я говорю своему мужу, я не знаю, я не знаю. И видите, вот одни виражи, одни виражи. О, как все будут как-то. Видите, прям в небо мы въезжаем. Смотрите, вот эти елки. Вот сейчас вот я проскочила, одно состы совсем тоже другие. Совсем другая форма сосны, чем у нас. И здесь такие елочки. Смотрите, видите, вот здесь вот шан лаванды уже начинается. Вот уже все подстрижено. Ну и уже панция. Ну, поедем дальше, может быть, где-нибудь найдем кусочек лаванды невыстриженной. Остановимся даже и на выстриженных полях, покажу, как они выглядят. Но здесь пока они такие еще. Вот эта вот часть, которой я всегда говорила, фу, какие неухоженные лавандовые поля, как некрасивые. Здесь вот что-то было, но все выкорчевали. Вот сейчас смотрите справа, вот слева, то есть видите, вот эта сосна красивая. Вот эта сосна, елка, елка сосна, я сказала, ель. Такая интересная, у нас такие не растут. Они такие, знаете, такие шпилем уходят вверх. Такие классные. Ну, природа абсолютно другая. Совсем другая. Ну, поэтому здесь и лаванда растет, потому что другая. И здесь... Ну, уже почти на тысячи-тысячи метров в высоте почти мы поднялись. И вот температура всего 25 градусов, а в городе была уже 31. Еще велосипедисты, Марис говорит, ой, они тут балдеют. Да они же все балдеют. Вот, посмотрите, я вам сейчас хочу показать вот напротив вот эти вот поля, которые, видите, они такие неухоженные. Вот, тем не менее, друзья мои, вот это, это лаванда. Это не лавандин, потому что, видите, какие коротенькие эти. Во-первых, она низкая по сравнению с лавандином. И здесь, понимаете, она растет среди трав. Я не знаю, земля вот эта вот оранжевая. Возможно, это кусок биологического, где они вообще ничего не поливают, не сыпят и так далее. И это вот настоящая лаванда, смотрите, она все равно красиво смотрится на ветру. И, конечно же, здесь запахи, запахи. Смотрите, здесь остановились, вон, здесь есть бутик. Продают масло, продают. Все, я сейчас подойду потом. И вот он уже, ох, посмотрите, и вот напротив, напротив, какая красота. Обалденная. Ну вот кто-то оставил маску, ну вы представляете? Ну это вообще жесть. Это не люди, это просто какие-то поросята. Понимаю? Ну смотрите, что делается. Так, я немножечко сейчас пройдусь тоже. Очень красиво, посмотрите. Смотрите, какие они. Так, и друзья мои, вы знаете, что? Это лаванда, это не лавандин. Вот она низенькая. Лавандин, он будет вот такой вот, будет мне до колена и выше. Где вот мы были последний раз. Вот эти вот крапления, это, наверное, наш зверобой. Мне кажется, очень красиво тоже, правда? Ой, как здорово. Смотрите, вы смотрите, как классно. Сейчас я переключу камеру, тоже снимусь еще в лавандовых. Короче, я сегодня без шляпы. Потому что как бы, а шляпы у меня есть даже не одна. Сейчас я немножечко сама собой тут покрасуюсь. Когда еще увидим в этом году лавандовые поля? Хотя, может быть, еще мы и остановимся. Вот это вот лаванда вот этого региона, СО, которую тоже очень-очень активно везде продают. Ее много. Вот. И потом, если проехать немножко подальше, то это очень-очень-очень большие там просторы такие. А это, наверное, поля оставили чисто для туристов, потому что вот они тут заодно стараются что-то продать. Вот. Посмотрите. Давайте я покручусь вот так. И сейчас буду уже камеру переключать. Смотрите внимательно. Вот там вдали, вот видите, вот по поле как бы начинается зеленое. И это уже лаванда, которую подстригли. Вот если мы увидим красивое подстриженное поле, большое вот так вот по дороге, да, то я тоже остановлюсь. Там вот это китайцы. И смотрите, сколько машин едет. И они все здесь остановятся, абсолютно все. Все, мои хорошие. Мы поехали. Какая... Я в сланцах. Там вот тетенька что-то делает. Красиво очень. Красиво, красиво. Куча машин. Давайте посмотрим, что они тут нам продают. Ну вот масло. Бонжор, мадам. Масло, лаванда, мыло. Мед. Смотрите, посмотрите, какая красота. Вот он открывается, наш Мон Ванту. Еще нам далеко ехать. И здесь вот эта лаванда. Я сейчас... У него еще иду, Семан. Я сейчас разговаривала с продавцом вот этого бутика. Я не смогла ее снимать, потому что я постеснялась. И для дамы иль парля, выгран Аксан. Или не по-французски титул. Вот. И мы ильведи пилантан, поскольку не сабьянцы. Я разговаривала сейчас... Как у Гохот и Суфрила есть? Да, вот. Тихо, бай. Послушайте, короче, я сейчас разговаривала с продавцом этой лаванды. Ну, всех средств, два, что я показала. И я говорю, ну, почему... Вот куда я хотела сейчас сниматься, это не лаванда. Это лавандан. Это, то есть, как... Ну, это выведенные, это скрещенные растения. Несколько сортов лаванды. И он... Я говорю, почему он такой красивый? Она говорит, во-первых, потому что здесь один и тот же... В одно время посажена эта рассада. Это одни и те же растения, и они их, как бы, 3D, это обрабатывают. Ну, химией быстрее всего она не стала. А с противоположной стороны, что я вам показала, вот такие страшненькие поля. Вот это настоящее, где написано лаванда финна. Вот. Есть лаванда, или они тогда пишут лаванда вре. Это чтобы люди знали, вре это правда, настоящее. Говорит, чтобы люди не путали. Вот и здесь есть разница между лавандой и лавандой финна. Вот. Она так быстро говорила, там не все сильно запомнила, но... Лаванда финна, когда финна, это тонкая. Это тоже скрещенное, полускрещенное растение. И она подходит для всех видов ухода за кожей. Всякие там тоже проблемы, какие-то пятна, какие-то укусы тоже. Тот же ожог. Можно добавлять маски для ухода за телом, за лицом, естественно, за декольте. Допустим, лавандан ни в коем случае нельзя наносить на тело. То есть, его можно нанести в крайнем случае, если у вас ничего нет под рукой, и вас, допустим, укусила там медуза. А вообще, вот для того, чтобы, если вы на море, если вас укусила медуза на море, если вас укусил там какой-то оводень, или там что-то такое у вас бобо, то для этого существует лаванда аспик. И вот эта вот лаванда аспик, она растет на большой высоте. И она скрещена там каким-то образом таким, с лавандином, с лаванданом с этим. И вот она работает именно для всех укусов и ожогов. Короче, я думаю, что мне нужно найти информацию такую более-менее точную, чтобы я могла сама себе все это выписать и рассказать вам немножко поподробнее. Потому что с той же лавандой, понимаете, оно началось, как, ну, коммерция наступила, и поэтому столько информации. Людям нужно продать тоже лавандиновое масло. Но вы должны понять, что лавандиновое масло, оно стоит в 5, а то и в 6 раз дешевле, чем масло эфирное лаванды или лаванды финны, или даже лаванды аспик, которые у нас продают везде в аптеках, ну, именно для ожогов, да, и для укусов. От укусов и от укусов... В 500 м, пронра Дрои, ты у Дэй-943. Поэтому, ну вот, вот такая информация, пока ехали за дну, вы посмотрите. Или немножечко природу. Я попросила мужа, чтобы он ехал тихонечко, чтобы вам просто снять, потому что я не буду выходить на все эти поля, друзья мои. У меня есть огромное видео, когда мы с девочками ездили на лавандовые поля, и я вам все показывала близко. А здесь уже смотрите, пожалуйста, вода в природу, как оно вот вписывается. Вот в этом смотрите, как здорово. Красота. Вот обелиск, много здесь этих обелисков, именно людям, которые погибли в первую войну. Вот это вот уже лаванда. Вот видите? Сейчас это лаванда. Вот эти маленькие поля, которые... Вот эти все травы, вот это вот 100% лаванда. А вот там вот, где такая красота-красота, это лавандин. Вот, так что видите, вот разницу еще себе даже фото сделают. Понимаете? А здесь посмотрите, кто у нас. Вот ему классно. Вот ему классно. Ой, мне кажется, мы сегодня много чего интересного увидим. Тем более, дорога не многолюдная. Ой, надо переключить вам на подальше. Дорога не многолюдная, поэтому, мне кажется, мы сможем... Если что-то интересное, буду просить Марису, чтобы он просто ехал потише. Вот она, красавица, наша гора. О-ля-ля-ля-ля-ля. О, смотрите, смотрите, что творится-то. О, много велосипедов, а? Ура-ля-ля. Смотрите, смотрите. Ильянка, папа? Ну. Ну? Больше нету. Дорога красивейшая, красивейшая дорога. Тут заворачиваем на этих виражах. Вот поэтому здесь эти... Все мотоциклисты, все велосипедисты много катаются, потому что вот именно вот эти виражи, и здесь намного прохладнее. Так, смотрите. Мы остановились. Я надеюсь, что сейчас люди немножечко отойдут и дадут мне место чуть-чуть посмотреть. Вы посмотрите, какие здесь виды. И все лаванды уже купе-пакупе? Да, купе-пакупе еще и у меня на лобо. Сейчас мы едем. Ведера до Сан-Жан. Это уже как бы, ну вот, красивый вид. И вот она напротив, вот эта гора, куда мы едем. Представляете, где она еще? Красотень. Солнце светит. Я не очень-то вижу, что я вам снимаю, но надеюсь, что все видно. Вот еще там поля. Смотрите, какая красота. Как говорится, остановите мгновение. Затаите дыхание. Красотища какая. Так, я попробую вам приблизить эту гору. Смотрите, какая она красивая. А эти люди какие-то невоспитанные. Руд как кони. Видишь же, что я снимаю. Короче, мы вам придаем привет. Вот с этих красот. Смотрите, как здорово там. Манифика. Уже в отрыва требу. Манифика. Манифика. Надеюсь, эта пара фотографирует их. Не знаю, кто мама там или кто. Короче, они говорят, мы поставим эту фотографию. На карточку свадебную. Ну, на приглашение на свадьбу. И хохочут такие. Все довольные там. Такие прям, не знаю, правда это или не правда. Может быть и правда. Ну, красивый вид, конечно, слов нет. Все, мы поехали дальше. Я думаю, что мы еще что-нибудь... У нас у них большой шанс. Смотрите, как красиво. Ой, ой, ой. Ну, все, мои хорошие. Мы поехали дальше, потому что остановиться невозможно. У меня выпала маска из машины. Послушайте. Ну, я выходила и зацепила маску. И она лежит возле двери. И мне Марис устроил истерику. Я говорю, послушай, ну, она нечаянно выпала. Я же ее сейчас подниму и выброшу. Я же не специально ее выбросила и уехала. Я говорю, ты вот если бы со мной ходила фотографироваться, ты бы увидел, что прямо на лаванде лежит маска. Он говорит, боже мой, какой ужас. Ну, я согласна здесь, девочки. Это, конечно, ужасно. Ушли эти молодожены, поэтому я вернулась. И хочу с этого вот вам еще ракурса снять. Немножечко с уголочкой здесь по-другому. Здесь больше входит в кадр. Вот, поэтому Красиво, красиво. Поехали. Мы поехали с этой красоты. А уезжать-то не хочется. Посмотрите, как здорово там. Не хочется уезжать. Мы сейчас будем обгонять. Вот, и тут хорошо. А еще есть такие двухместные и трехместные. Они еще и ребенка тянут иногда. Есть мужчина, женщина и ребенок. Это баснословные, но все со стороны водителя. О, смотрите, посмотрите, они собирают лаванду. Смотрите, видите, синяя машинка. Вот, смотрите. А, ты видел машину? И ласпирает на менталне. Смотрите, он стрижет и там сразу идет какая-то... А теперь кулачили? И ласпирает на лаванду. А, короче... И шавадан на бене. Короче, там такой специальный комбайн, который собирает лаванду. И здесь вообще пахнет лавандой. Вот даже... Вот это, смотрите, видите, заросшие поля. И тоже, вот смотрите, видите, уже и соседи ехали. Это жива, смотрите, же, и жалей пахнет филей. Смотрите, видите, мы были через Россию. Пять потерялись, двух сосны заблудились. Вот она говорит, надо прямо ехать. А тут две дороги... Турнете, как мы поднимаемся красиво. Ох ты, какие виды здесь мамочка моя. В 500 метров, 30, 37. Турнете, кулачу, агаушу, 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 агаушу. На каждой центре, в каждой дороге. У нас ведет этот гпс, это самая короткая дорога, по ходу дела. Но здесь такие, слушайте, поворотики. Прямо 180 градусов, серпантинчик, такие. Опять перепутали направление, смотрите, вот видите, как, вот видите, как, смотрите, раз, вот, две дороги, вот куда ехать. Ну, короче, мы сейчас, вот, хорошо, что сзади никого не было, Морис быстренько исправился. Потому что надо было бы потом, мне известно, здесь же такие дороги нигде не развернутся. И вот нам открываются, открываю, Рикарда, шире, киску нова. Там такие виды открываются, девочки, все с него. Смотрите, как красиво. Боже мой! Но здесь я не могу выйти, вам показать. Торнея каушу, по рестей, сурдей 164. Смотрите, как мы тут поворачиваем. Боже мой! Поехали в 25 километрах. 25 километрах. Вот поэтому они нам и говорят, нам осталось 25 километров, а времени он нам дает, знаете, сколько? Сейчас вам осталось или нет, вот нам осталось 25 километров. 49 минут. Дороги такие здесь круты. даже не представляется то, что вы хотите. Мы же едем к самой высокой вершине в Провансе и сейчас прочитали, ну плохо прочитали, быстро типа ехали. Закрыто. Я говорю, что это такое? Мария говорит, наверное, мы не сможем подняться наверх, потому что там проложена дорога наверх на эту гору и на самом деле очень жалко, потому что, ну когда мы еще вернемся? Мы очень давно хотели сюда приехать. Смотрите, здесь у нас бурдели какие-то, машины, свалка какая-то, гараж какой-то. Но повсюду лавандовые поля. Смотрите, какая красота. Сейчас вот мы тут едем и я не могу установить камеру, я и установлю опять что-то новенькое. Ну вот этот ветер сумасшедший, а через стекло некрасиво. Я так вот издали, так смотрите. Смотрите, что делается. О, какие квадроциклы! Мотоциклы! О-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Смотрите на этих рокеров! Класс! Ой, слушайте, как здорово! Я балдею! Ну всё, держитесь, друзья, два часа видео будет. Два часа! Кепка в мире с рисунком моего внука на моей голове и на фоне вот этой самой высокой точке в Провансе под названием Мон Ван Ту. Вот оно, видите, вот. Я стараюсь пальчик вот так поставить. Поэтому, друзья мои, я просто счастлива. Спасибо за субтитры. Субтитры подогнал «Симон»